Процесс усиления двусторонних связей России и Беларуси начался после распада СССР. Политики двух государств пришли к выводу о необходимости сближения на постсоветском пространстве. Официальной целью соглашения было провозглашено объединение интеллектуального и материального потенциалов. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов России и Беларуси. В будущем же именно этот союз стал импульсом к появлению Таможенного союза, Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза. Но о том, что эти два государства сближают не только взаимная выгода, говорили на праздничном мероприятии, участие в котором приняли представители всех нацепщин курорта. 20 лет назад был договор о создании союзного государства. А разве мы разлучались? Да нет. Потому что народ наш един по духу, по вере, по преданности Родине. И только наше единство позволит нам вместе выстоять. И самое главное, передать это нашим детям и внукам. Только так мы сможем сохраниться как единое государство, как единый народ. В случае День единения и День создания союзного государства отмечают порядка 10 тысяч белорусов. О необходимости держаться вместе, говорит, каждый из них отмечают в нацепщине. Именно сегодня, уже 20 лет, как мы стараемся это ядро сохранить бывшего союза. Обратно ничего вернуть нельзя. Но в то же время мы надеемся на то, что это ядро будет объединяющей силой, которая позволит нам всем вместе не потеряться в этом сложном мире сегодня. Отмечать праздники той или иной страны всем многонациональным составом – это давняя сочинская традиция. «Поздравить россиян с белорусами» на сцену училища искусств вышли армянские, грузинские, осетинские танцевальные коллективы, а также все представители Совета национальных объединений Сочи. Желаю, чтобы все были здоровы, не лишь чтобы мир ладит, сиял в солнце, я в тече. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, три компании ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова